Комитет Верховной Рады по вопросам деоккупации, реинтеграции и прав человека пять дней проводил заседания на Донбассе. Посещали линию соприкосновения, Серую зону, КПВВ в Станице и Новотроицком. Провели заседания в Краматорске и Северодонецке. Новая власть в целом публично занимает более мягкую позицию в отношении людей на Донбассе по обе стороны линии разграничения. Но при этом стратегически важный комитет возглавил соратник экс-президента Порошенко из Волновахи Дмитрий Лубенец. В конце каденции фракцию БПП Лубенец покинул, а в новый созыв попал уже как самовыдвиженец. Недавно журналисты в Раде зафиксировали его смс-переписку с одним из помощников. В ней шла речь о якобы попытках налаживать взаимодействие с ЗЕ. Теперь он критикует Комитет Рады по правам человека прошлого созыва, который за пять лет так и не смог провести выездное заседание на Донбассе из-за отсутствия кворума. В то же время представители комитета от партии «Оппозиционная платформа за жизнь», позиционирующие себя главными лоббистами вопросов Донбасса Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Вадим Рабинович, выездное заседание не посетили. Вместо них в Краматорск приехала Наталья Королевская. Мы также подготовили необходимые законопроекты и по реинтеграции, и по мести, и по особому статусу. И настаиваем на том, чтобы эти решения были беспрекословно рассмотрены в парламенте и приняты. На вопрос, почему однопартийцы проигнорировали выезд на Донбасс, заявила. Почему они не приехали? По-моему, в Мариуполе не было. У меня недостаточно. Я готова компетентно ответить на все абсолютно вопросы. Но есть какая-то причина? Значит, комитет как бы уходит. Юрий Анатольевич Бойко вчера был в Донинской области, позавчера он был в Луганской области. А непосредственно уже в работе комитета принимаю участие я, как представитель операционной платформы «За жизнь». В этом созыве к ряду законодательных вопросов, которые решал комитет, добавили конкретно аннексированный Крым и оккупированный Донбасс. Это однозначно является плюсом, но здесь есть свой небольшой минус, поскольку в Верховном Совете есть не один комитет. И каждый из комитетов тем или иным образом касается вопросов оккупированного Донбасса, либо автономной республики Крым. И здесь очень ключевым вопросом является координация между комитетами и распределение поданных законопроектов внутри парламента. Правозащитники считают такой подход немного неправильным и отмечают, что вопросы Донбасса в парламенте должны решаться комплексно. Как говорил бывший глава комитета по правам человека Немыря, в их решении отсутствовал главный компонент, который необходим для принятия изменений в законодательство под законно-нормативный акт – это политическая воля. Но хватит ли новой власти, политической воли, чтобы решать вопросы людей, страдающих от войны? Сейчас мы можем только говорить о поддержке и словах, но слова и поддержки – это только первый уровень. Мы ожидаем уже конкретных действий и мы очень сильно надеемся, что эта практика будет постоянно, а не единожная акция с визитом в Донецкую и Луганскую область. Первым городом, который посетили нардепы, стал Мариуполь. Здесь они встречались с жителями поселка Широкино, который был почти полностью разрушен в ходе боевых действий. Главная проблема этих людей – получить доступ в село, потому что пока их туда не пускают военные. Какие сейчас основные проблемы у нас? Отсутствие мира. Мы уповаем на то, чтобы быстрее закончились обстрелы, чтобы село подверглось разминированию и затем восстановление жилого фонда и инфраструктуры. Волнуют жителей Широкино и получение компенсации за утраченное жилье и имущество. Многие из проблем широкинцев специфичны, но большинство актуально для десятков других населенных пунктов и для сотен тысяч людей, живущих вдоль 400-километровой линии фронта и для переселенцев. Да, у людей есть проблемы с выплатой пенсии. До 30 человек задолженности по выплате пенсии, которые отнесены в резерв, так сказать, до особого решения Кабмина. Это еще Гройсман полтора года назад выпустил, что будет выпущено поставление Кабмина, на основании которого будут выплачены долги. Вот они и остались, эти долги. Из Мариуполя слуги народа отправились на север области. В Краматорске на встрече с областной властью к ним присоединился новоназначенный в эти дни советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивоха. Столько лет потрачено впустую, на людей расставлялись маркеры какие-то, свой, чужой. Никто не обращал внимания на желание жить. Ну, в общем, запущено, все очень запущено, как говорится. Но мы будем стараться исправить эту ситуацию, потому что Донбас – это Украина. А уже есть какие-то конкретные цели? Конечно, есть. Я вам их не скажу. Вы не забывайте, что я, прежде всего, советник, родник. Я раджу. И что порадите? А я вам не скажу. А вдруг они скажут, что это плохо? И получается, они душители свободы. Нет. Давайте так. То, что будет одобрено, обязательно будем сообщать. Обязательно. На своей страничке в социальных сетях Сивоха написал, что пенсионеры, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги. И заявил, что переселенцев унижают постоянными проверками. Но если представители власти пока только говорят о планах решить, наконец-то, вопросы выплат пенсии дончанам и луганчанам, то у общественных организаций уже есть готовые механизмы и законопроекты, которыми они хотят поделиться с властью. На данный момент существует огромная задолженность по выплатам пенсии для жителей оккупированных территорий. Состояние на 2018 год это было более 60 миллиардов гривен. И мы должны понимать, что рано или поздно возникнет тот момент, когда нам придется все равно, как государство Украина, обеспечить выплату этих пенсий. И чем дольше это тянется, тем дольше государство Украина не берет на себя ответственность и не разрабатывает необходимый порядок таких выплат, тем сложнее будет в дальнейшем решить этот вопрос, поскольку сумма будет только увеличиваться. В первую очередь общественностью сейчас разработан законопроект, который определяет порядок выплаты пенсиями жителей оккупированной территории. Мы разработали дорожную карту из 10 законопроектов, которые по меньшей мере могут быть сейчас уже приняты в Верховной Радой. Один из блоков касается введения в национальное законодательство понятий военного преступления и преступлений против человечности. Также ключевая задача для новой рады принять изменения, которые позволят переселенцам голосовать на местных выборах. Еще один блок касается гуманитарных вопросов. Это и вопрос касательно пенсии жителям оккупированных территорий, это и регистрация актов рождения и смерти, которые случились на оккупированных территориях. Это вопросы свободы пересечения, отмены закона про свободную экономическую зону Крым и другие законы. Эксперты отмечают, в решении гуманитарных вопросов есть сдвиги. Это и планы по упрощению пересечения линий разграничения, и строительство моста в станице, и предложение учредить должность вице-премьера по вопросам Крыма и Донбасса. Но правозащитники ожидают более комплексных мер. И от парламента, как и от правительства мы ожидаем полной карты того, что они будут решать в ближайшее время. Но вопросы пенсии, вопросы проведения выбором являются на данный момент ключевыми.